Наполи уже чемпион? Наполи уже чемпионских. И Спалетти тоже имеет репутацию тренера, который не очень хорошо доводит дело до конца, хотя не всегда у него были прямо такие команды, с которыми можно доводить дело до конца. Только с «Зенитом» в чемпионате России можно было прямо требовать с него чемпионства. Другие команды все-таки немножко другого уровня были, не такого, чтобы прямо требовать с него чемпионства. То есть я могу понять, откуда это рождается. Поскольку это иррациональные аргументы, я не могу под ними подписаться, я понимаю, откуда это рождается. Если оценивать иррационально, то мне кажется, Наполи главный фаворит, Наполи очень хорош, Наполи по делу лидирует. Но есть еще некоторые иррациональные опасения, от которых я пытаюсь абстрагироваться, но которые и до меня долетают. Ольга спрашивает. К матчу Аталанта-Наполи показалось, что из всех игроков соперника Аталанта давала большую свободу Дилоренцо. Совпали ли ваши впечатления, и с чем может быть связано такое решение Гасперини? Матч Аталанта-Наполи. Мне просто интересно стало, когда он игрался. По-моему, он игрался в прошлой жизни. Но точно серия А еще не возобновилась. Поэтому матч Аталанта-Наполи. Когда он вообще был? Аталанта-Наполи. 5 ноября, почти два месяца назад, был этот матч. И я, честно говоря, таких деталей не помню. Я нечто подобное конспектирую. Я обязательно гляну свои заметки по этому матчу и отвечу позже. Но прямо сейчас этот вопрос ставит меня в тупик. Но как интересное наблюдение, мне кажется, все равно можно и нужно было его зачитать. Это то, за чем можно в будущем последить. Дают ли соперники большую свободу Дилоренцо? Можно ли его считать в плане розыгрыша уязвимым звеном у Наполи, конечно же. Если говорить в общем про Дилоренцо, потому что детали конкретного матча сейчас не вспомню, то мне он кажется не монстром в плане продвижения мяча, но очень вариативным игроком, который может и третьего, и центрального, и по флангу играть. И за счет этой вариативности, и понимания, в какой момент какую роль лучше включить, мне кажется, он некоторые свои недостатки очень здорово маскирует. Поэтому я его слабым звеном у Наполи не вижу. Но опять же, это общее впечатление, а не по конкретному матчу. Это важный челлендж, я обязательно проверю, какие у меня были заметки по этому матчу и отпишусь по этому поводу.